В Ак-Тубе состоялось чествование неравнодушных граждан, оказавших помощь пострадавшим при паводке. Глава города Азамат Бекет вручил волонтерам благодарственные письма. На торжественное собрание была приглашена молодежь города в возрасте до 35 лет. Открывая торжественные мероприятия, глава города выразил благодарность актюбинцам, пришедшим на выручку в трудную минуту, и вручил благодарственные письма. Вы в трудный момент протянули руку помощи нуждающимся. Когда был паводок, вы распространяли гуманитарную помощь и в целом оказывали необходимую поддержку пострадавшим. За это хочу вас искренне поблагодарить. Инициатором данного мероприятия выступил городской молодежный ресурсный центр. Он объединил добровольцев, которые стремились помочь во время наводнения. Городской молодежный ресурсный центр организовал данное чествование волонтеров от имени Акима города. Среди награждаемых есть студенты, предприниматели, камазисты, автоволонтеры. Все те, кто с первых дней эвакуации людей, распространяли помощь. На торжественном собрании было награждено около 60 волонтеров, в их числе школьник. Он помог удобно расположить жителей, поселившиеся в образовательном учреждении во время наводнения. Я ученик 9 класса 5 средней школы. Во время паводка на базе моего учебного заведения работал эвакопункт. И я помогал людям, которых туда привозили. Среди тех, кто получил приглашение на торжество, автоволонтеры. Во время эвакуации они оказывали помощь жителям на личном транспорте. Одни работали в качестве бесплатного такси по городу, другие доставляли гуманитарную помощь. А бизнесмен Дамир Достанов во время паводка накормил пострадавшее население за счет своего ресторана. И получил благодарность. Паводки помогали людям. Те, кто попали, кто в школе лежали. Мы им кушать возили от себя. Потом волонтерам возили. Те, кто помогали именно с паводками. Ну, все было лично от себя. Ничего такого, только чисто, как сказать, чисто, как оно, именно волонтерская помощь. А так, в целом, самое главное, чтобы народ был, как объяснить, сплочен. Потому что люди только людям помогают. То, что в такие моменты не должны никогда друг друга отставать. Это самое главное. Ответим, что владельцы средних соцсетях, которые информировали население во время ЧАЭС, не остались незамеченными. Они также были удостоены наград. Владимир Федотов, Меджан Аманжолов, телеканал АКТУБЕ.